И всем привет, ребят, с вами Брис. На самом деле, я долго думала, на какую тему можно сделать ролик, и мне пришла в голову идея сделать терлист по своим осам. Ну, знаете, я не буду врать, я не тот человек, который... Йоу, я люблю всех своих осов. Нет, это, конечно, так. Так, я имела в виду, что я не вижу смысла скрывать, что какие-то осы мне нравятся больше, а какие-то меньше. Это абсолютно нормально, особенно, когда у тебя их так много, у меня здесь 20 картинок, и на некоторых картинках по два персонажа, а некоторые просто какие-то сайдовые персонажи, просто сделанные, потому что они нужны в сюжете, и не то, чтобы я к ним питаю какую-то ультра-огромную любовь и всё такое. Я просто подумала, блин, это звучит прикольно. Терлист по своим осам, наверняка, конечно, кто-то как-то это делал, но я лично такого не видела, и я считаю, что это было бы интересно послушать вам, что думают создатели своих персонажей. Ну, в общем-то, вы, как всегда, можете написать своё мнение в комментариях, куда бы вы кого поставили, что вы думаете о каких-то персонажах. Ну, а я просто расставлю персонажей и кратко расскажу, что я о них думаю и о чему, откуда у меня такие мысли. У меня здесь персонажи в рандомном порядке, так что не удивляйтесь. И, как ни странно, первым попались родители Бриз и Блейза, и они настолько непродуманные персонажи. В смысле, у них есть своя ветка, но, скажу честно, я никогда не питала особой любви к персонажам-родителям. По одной простой причине, чаще всего, на них бивают во всех сюжетах. Наверное, я тоже так в каком-то смысле сделала, не то, что это какие-то супер-мега-плохие персонажи. Хотя, опять же, их, наверное, стоило рассматривать по отдельности, потому что мама Борис мне весьма нравится, я бы ее даже поставила повыше, но, поскольку у меня нет ее отдельной картинки, они будут стоять рядышком. А вот ее батю я определенно очень сильно недолюбливаю, но так получилось. Это не ненависть. Ладно, я поставила F, но давайте поставим Любье, потому что я их не ненавижу, просто это определенно не мое. Окей, Митцеру, кстати, хочу сказать, что у меня здесь две картинки с Митцером, потому что я считаю, что ее две личности, скажем так, в кавычках, можно рассматривать по отдельности. И мне она просто очень сильно нравится. Она просто очень хорошая, по крайней мере, в этом. Я люблю стеснительных персонажей, у которых какие-то есть проблемы, сообщения бы мне нравятся, смотреть, как они по-тихому раскрываются. Я надеюсь, что у меня когда-нибудь получится сделать точно так же. Окей, Акаио. Я его, наверное, все-таки люблю, но поставлю пониже, чем Митцеру. Я даже не знаю, как объяснить, он мне просто нравится. Окей, Мари, я оставлю ее, наверное, в D. Она мне никогда особо не нравилась, просто потому что по большей части в моих глазах она больше как антагонист. Она, конечно, определенно не злая и на антагониста не тянет, да и внешность мне ее весьма нравится. Но я рассматриваю это как мама Брис. А Брис Мари очень сильно не любит. И вообще у них не любовь друг к другу, так что, наверное, мне даже добавить нечего. Окей, Блэйд. Мне он всегда нравился. Наверное, он пойдет даже в B. Люблю спокойных, сосредоточенных парней. Хотя и девушек тоже, но у парней, знаете, есть такая особая аура. Плюс он все-таки второй главный герой. Да, он не дотягивает до эски, вы скажете, как так. Но дело в том, что Блэйд никогда не был моим приоритетом. В любом случае, он очень хороший и очень крутой. И я рада, что у меня есть возможность рассказать его историю. Окей, здесь маленький Блэйд. И знаете что? Я знаю, что вы, наверное, очень сильно не понимаете почему, но я его ставлю выше просто потому, что в детстве Блэйд был куда более хорошим человеком, что ли. Был другой личностью в какой-то смысле. И эта другая личность мне нравится в нем больше, чем его взрослые. Но, опять же, я понимаю, почему он таким стал, так что да. Окей, Серега. Ну, блин, здесь, конечно, грех его поставить ниже эски. Я знаю, что его очень сильно любят все. Наверное, это самый любимый мужик всего фандома. Но, честно скажу, никогда не питала к нему мега огромной любви. Он тянет на Бэшку тоже просто. Почему? Потому что и мне было прикольно прописывать его историю. И, честно говоря, мне он правда нравится. Но я не знаю, как объяснить свои чувства к нему. Но я знаю, что это самый-самый любимый персонаж Перпина у меня. Вот, если вы хотите услышать кучу комплиментов Сереге, это к ней. А мне он просто нравится. Окей, Присцилла. Мне она, честно говоря, очень сильно нравится. Она просто очень миленькая и хорошенькая. И, честно говоря, я не могу ничего добавить. Она просто очень хорошая. Мне жаль ее за то, что она терпит все страдания, живя под одной крышей с Брис. Окей, Блейз. Окей, первая эска просто потому, что Блейз мой самый любимый мужик. Наверное, все это знают. Кто-то меня подписан и смотрит давно. Я считаю, что таких мужчин в реальности должно быть больше. Я считаю, что все парни должны равняться вообще на него. Идеал. Просто идеал мужчины для меня. И вообще, идеал персонажа. Я очень сильно люблю Блейза. Он крутой. Это все. Он очень сильно любит сестру. И я бы хотела себе такого брата. Но, увы. Но, увы, у меня такого нет. Окей, сестры Блейда. Я их ставлю обеих в цешку. Потому что, честно говоря, между ними особой разницы нет. Не потому, что они близняшки. Просто потому, что так вот. Да. Так просто получилось. Особо про них сказать нечего. Эти персонажи есть для того, чтобы показать, какой Блейд заботливый брат. И на самом деле, их ветка будет одна, наверное, из самых коротких веток. Которую я когда-либо придумывала. Так что, особо добавлять нечего. А еще, забавный факт, но вряд ли вы знали. Но, вообще, эти персонажи были отсылкой на Перпин. Из-за того, как я сделала Рейру. То есть, они фиолетовый и желтый цвет. Это была шутка про фиолетового до нас. Но, да ладно. Это, честно говоря, мало кто знает. И теперь вы, наверное, это знаете. Виолу я очень-очень сильно люблю. Виола очень красивая. Очень сексуальная. И, честно говоря, я в свое время, когда ее придумывала, создавала ее как идеал девушки. По моим меркам. Там, определенно, она действительно в какой-то степени даже Мэри Сью. Потому что она слишком идеальна и слишком хорошая. Но, такова ее роль. Такова ее роль. И, да. Поэтому она мне просто нравится. Окей, маленькая Брис. Я очень сильно люблю маленькую Брис. Но я ее ставлю в Ашку. Просто потому что, ну, знаете, она была очень хорошим ребенком. Я не могу поверить, что я ее настолько сильно испортила. Но, тем не менее, что есть, то есть. Придется вам смириться с тем, что взрослая Брис, она не очень хороший человек местами. И вот, вспомни, как говорится, вот она, моя любовь. Очевидно, я ее ставлю в С, потому что это было бы странно, что я бы не поставила своего самого-самого любимого персонажа так высоко. Я не буду рассказывать, почему я ее так сильно люблю. Я думаю, многие понимают, за что я ее люблю. Я не одобряю ее многие поступки, определенно. Но это просто мой самый комфортный персонаж. И на этом как бы все. Окей, вторая Митсеру. И это, наверное, немного странно, но мне она нравится меньше, чем ее другая форма, что ли. Я не хочу палить, поэтому избегаю каких-то конкретных слов. Она, конечно, прикольная, крутая. И есть у нее вот эти замашки, типа, а-ля я такая вся крутая сексуальная. Но я-то знаю, что на самом деле она не такая. И поэтому на меня это все не действует. Окей, Рейра удивительна, но походу я не очень сильно люблю рыжих. И что вы не говорили, между прочим, Перпин я люблю. Я бы ее поставила выше. Но Рейра не списана полностью с нее. Рейра вообще, наверное, самый антагонистный антагонист, которого я придумывала в целом для сюжета своего комикса. Так что, очевидно, я к ней просто не питаю каких-то теплых чувств слишком сильно. Сайон, она просто еще не до конца сделана. И у нее тоже не очень большая арка. Но это сюжетно более важная арка, чем с сестрами. Но, тем не менее, они все равно будут на одном уровне. Если вы еще не знакомы с ней, то это старшая сестра Сержа. Так, Мэй. Я очень сильно люблю Мэй. Я не знаю, должна ли я что-то говорить. Но своих сов, которых я сделала недавно, я обожаю просто всем сердцем, всей душой. И, воу, я не могу поверить, что я до сих пор с ними ничего не сделала. Мне даже грустно от этого. Софу я люблю чуть меньше. Она пойдет в Ашку. Но, тем не менее, она мне тоже очень сильно нравится. К тому же, она вообще-то главная героиня, в отличие от Мэй. Да, я поставила Мэй выше. Но так получилось, что она мне просто больше нравится. И у меня здесь остались еще какие-то родители. Это мама Виолы. И она пойдет туда просто-просто потому, что она не супер-мега-сильно прописанный персонаж. Но, вообще, она действительно очень хорошая. Но ее арка будет тоже не очень большой. Но, опять же, сюжетно она нужна. А родители, как я уже говорила, я просто не очень сильно люблю. Сюда же, наверное, пойдет мама Блейда. Потому что, ну, по тем же самым причинам. И у меня осталась Агнес, совершенно не прописанный для вас же персонаж. Я ее ставлю в С. И я сейчас объясню. Мало вообще кто знает, что у меня есть такой персонаж. Дело в том, что когда-то давным-давно я придумала с ней сюжет. И, в общем-то, я его закончила. Сюжет Агнес полностью прописан. Но так получилось, что я нигде про него вообще не рассказывала. Этот персонаж был сделан максимально спонтанно. И максимально быстро была прописана его сюжетка. Но дело в том, что я была тогда, ну, как бы сказать, не супер-мега-взрослой. И я считаю, что этот сюжет, несмотря на то, что он закончен, ему не хватало доработки. Но я не хочу его дорабатывать. То есть я не хочу закрывать в нем сюжетные дыры. Поэтому Агнес остается здесь. Не говоря уже о том, что, честно говоря, я не знаю, почему я ее сделала. В ней нет ничего того, что мне обычно нравится в персонажах. Так что да. Но на самом деле, если вам когда-нибудь будет интересно послушать про ее сюжетку, может быть, я запилю ролик. И расскажу, о чем была ее история. И мы больше не будем возвращать к этой теме. Но в любом случае, всем спасибо за просмотр. Куда бы вы расставили моих персонажей, если бы вы делали этот тюрлист? Я просто взяла готовые картинки для другого ролика, который я когда-то делала. Возможно, здесь не хватает кого-то. То есть, например, каких-то аушных бриз. Но я, опять же, я не рассматриваю аушных бриз. Потому что аушные бриз, они там же, где и бриз. Я их просто всех очень сильно люблю. Ну, в общем-то, если вам понравилось, ставьте лайки. Можете подписаться на канал и все такое. Посмотреть мои рисунки можно в паблике, в ВК или в Инсте. Всех люблю и всех целую. И всем большое спасибо за просмотр. Всем пока.